Ильинская Усова К милосердию, к соучастию в чужой судьбе, к сочувствию. Это особенно актуально сейчас во время ковида, когда мы непременно должны помогать друг другу. А помогать мы можем опираясь на те традиции милосердия, которые веками нашими императорами, представителями императорского дома Романовых, всеми сословиями, которые участвовали в делах благотворения по всей России. Все воины, проходившие лечение в лазарете, при выписке получали от княгини Елизаветы Федоровны денежное пособие на стенные часы и вязальную машину. После войны они могли вязать и так зарабатывать себе на жизнь, рассказывает специалист музейно-выставочного отдела фонда. Есть такая вот история, что Михаил Волков, когда вылечился, мы получили информацию о том, родственники, эта машина кормила человека и в Великую войну, Первую мировую, и в революцию, и после. Продевается нитка, можно взять тонкую, можно толстую. В данный момент получается такой как бажурный чулок. Княгиня Елизавета построила лазарет во время русско-японской войны. Память о муже Сергея Александровича. В наше время здесь находится музей, который объединит три исторических объекта. Лазарет, родильный приют и здание народного училища. Он станет частью туристического проекта «Императорский маршрут». Сейчас эти музеи нужно наполнить людьми, встроить в маршрут. И самое важное, чтобы дети, молодежь, взрослые, семьи пошли сюда и видели наше великое прошлое, великое духовное прошлое. И хорошо, что у нас в Московской области появляются, несмотря ни на что, ни на пандемию, ни на любые другие какие-то ограничения, у нас появляются музеи. И многое это связано именно с усадьбами, потому что как раз владельцы усадьбами были как раз коллекционерами. И все, что они собрали для своих усадеб, то мы сейчас и любуемся, то и есть в наших музеях. Реставраторы сумели сохранить исторический облик полов и потолка здания. Среди экспонатов свыше 300 предметов – писем, фотографий, отражающих великое духовное прошлое России. Музей открыт для посетителей с 19 декабря.